Киплин часто писал от лица своих персонажей. Вот это стихотворение написано от лица сельского священника. Называется «Власть собаки». Нам хватает несчастья на нашем пути, От жен и мужей, с кем по жизни идти. Мы знаем, нас горе настигнет и так. Я прошу, сторонитесь, собак. Зачем увеличивать скорби свои? Держитесь подальше от этой любви. Братья и сестры, купите щенка И вложите деньги в любовь на века. Она будет щедрой, а лаской кнут, Питая покорность, сердца отомкнут. Но стоит ли риска сия благодать, Чтоб сердце свое на расправу отдать? И минут четырнадцать лет, что даны природой, И будут болезни видны, Вы столкнетесь с негласным судом ветврача Мы достаточно горе хлебнем на пути, Придавая земле тех, с кем рядом идти. Нам дается не даром любовь, а взаймы, И проценты платить соглашаемся мы. Чем дольше владеем, тем выше процент. Так приносит страдания нам каждый цент. И придется платить, долг велик или нет, Только смерть дает справедливый ответ. Боже правый, зачем до прихода ее Вы, собаки, бросаете сердце свое? Евгений Витковский сказал, что это стихотворение Киплинга Нужно обязательно читать в паре с тем, что написала я. Это молитва, чтобы уравновесить этого священника. Молитва Кто из твоих подопечных, призванных на небе жить, Может служить тебе вечно, верой и правдой служить? Кто, онемев от усердия и от любви поумнев, Ждет от тебя милосердие и усмиряет твой гнев? Птицы небесные, звери, Буйвол и лев и орел Входят сквозь узкие двери, Чтобы стеречь твой престол. Все повинуются знаку Щедрой десницы твоей. Боже, оставь мне собаку, Я позабочусь о ней. Я пред твоей белизною В большем долгу, чем она. Пусть она будет со мною, Если тебе не нужна.